здравствуйте друзья мы с вами в санта-круз это не испания это санта-круз и испания отличается от санта-круз тем что там не видать вот этих вот на досках серферов а тут вот люди сами такой дизайн у них интересный то есть какая-то самоделка у него он сам что-то перекручивает is it commercial or you you make it yourself so what what is it for it's it's more efficient apparently not easy it's more stable rain i don't think it's more stable i think it's pretty difficult to ride but I think for the most of the wave it's more efficient so you have less drag and I guess you can ride it a lot longer you would know I've never ridden yeah basically you're like riding the energy under the wave instead of like being propelled by the speed of the wave the energy beneath the water oh it's a lot faster it's a lot more efficient like you're saying there's like almost no resistance it's totally silent so basically you're on top of the wave yeah yeah so you're just flying between a foot and two feet above the water so you use the energy which is under the water yeah how long have you been riding these six months probably i didn't even know they're out yeah i mean there's there's not there it's still pretty new it's really really fun but it's super humbling да да ты понимаешь как интересно получается что когда ты понимаешь волна я думала что наоборот она более стабильно за из-за того что он там где-то под водой она просто поднимается наверх и ты как бы над волной но вопрос чем ты ты берешь себе энергию не только вот волны на которой ты стоишь но эту энергия которая под волной понимаешь то есть она тебя тащит и верхней частью и нижней она тебя поднимает это конечно очень здорово ну вот он говорит что это шесть месяцев как такие штуки появились недавно это относительно новое новый дизайн это лягушатник они здесь под руководством инструкторов учатся как вскакивать на волну хорошо цвет с точки зрения вот так пейзажа похоже как-то на испанию или нет вот мы когда были в каталонии мы все говорили ой как похоже там на калифорнию да и даже сегодня вода у нас в общем такого же это может быть чуть-чуть по голубей у нас у нас все-таки муховато хотя там тоже когда небо было стальным там тоже водичка была вполне стальной зашает но там вода почище она более прозрачная у нас здесь много водорослей наверное здесь и какой то что она не совсем прозрачная даже ну здесь мелко очень да но но на далекую перспективу она тоже голубая и даже сегодня на удивление вообще волнит никаких и ветра практически нет вот наши друзья вот это принципиальное отличие там никто не кричит да а здесь у нас морские львы подают голоса наверное там есть такие места просто мы не попали хорошо но здесь понимаешь что ли за счет того что здесь все ходят так и бегают как-то здесь вот энергетика все-таки другая не такая разложенная ну здесь океан холодный здесь волны сильные здесь ветрено и вот я думаю что мы еще дойдем туда до мыса где сильные волны но вот это испанское католическое присутствие оно и тут и там то есть там конечно это не сравнить с местным но но и тут есть это монумент серферу одна из достопримечательностей местных я хочу друзья показать вам поверхность воды вот сейчас это видно с такой обостренный остротой насколько тут все вот этими водорослями да говорят что это как бы хорошо потому что акулы сюда не ходит и серферу этот безопасно значит серфить но я хочу сказать что если вот мы на ту лодку посмотрим у которой это подводная часть он тогда должен своей подводной части если вот он тут на волну пойдет он должен просто резать эти водоросли или они его опутают и он там я не знаю куда попадет то есть вот эти думаешь что это грязно не грязно они просто они может быть не столько раз я вижу я вижу куда имею остались слева там водоросли и подальше тоже водоросли тут уже почти чистая водичка и вот тут уже у самого бережка у нас серферы но волна их не радует сегодня нет друзья не радует так по чуть-чуть красиво тут вот цветочки там растут и мы каждый раз когда сюда попадаем наверное есть просто энергетика в этом месте определенная ты чувствуешь какую-то приподнятость и легкие наполняются чем-то таким и вот такое ощущение сейчас махнешь крыльями но нет крыльев друзья нет крыльев поэтому не взлетаешь а вот так бы взлетел если бы так были вот мне говорят что у меня жилетка спит как у советского пенсионера а мы видим что вот пожалуйста американский пенсионер а вот сзади прошел свет а вот если не сравнивая испанию там каталонию калифорнию без всяких сравнений но вот можно жить там в таком месте приятно же меня уже спрашивали время стрима задавали этот вопрос и я стала так что если например у тебя источник денег откуда-нибудь из другого места то есть деньги есть деньги и да так а чушь там не там замечательно расслабушно можно так это радоваться жизни и недорого там недорого и в общем все хорошо но как зарабатывать там вот это вопрос который остается открытым поэтому да там хорошо там расслабушено там курорты вода красивая парень который вез нас в аэропорт из гостиницы там был помнишь петр его помогали да и вот он сказал что вся испания вот его слов то вся половина испании живет там на 1000 на 1200 евро в месяц немного все люди которые мы встречали они они все ездили на хороших новых машинах не то что там какой-то ширпотреб там из третьих рук и много хорошие дорогие машины то есть отвечая на вопрос можно ли жить в испании с деньгами там на самом деле как бы приятно там очень мило очень мило хорошие продукты наши нет вот этой еды гарбичной которую мы тут у меня там очень вкусно и свежо и так и люди симпатичны правда очень очень мило кто-то из зрителей наших написал что в европе сейчас новый закон приняли что нельзя снимать посторонних людей вот себя можно там а вот посторонних нельзя а соединенных штатах закон такой что если ты находишься на паблик стрит то есть не на частной собственности она общественной тот все что видно с этой паблик стрит можно снимать друзья аттракцион смелости и отваги вот я по этим ступенечкам сейчас пойду к водичке но не не дойду до самой водички поскольку здесь до водички так просто не дойти но просто я вам показываю вот немножко ближе эту водичку как она выглядит вот а ребят всегда спускаются по лесенке вот по этим камням туда идут в воду и стартуют со своими досками вот такая неожиданная перспектива а это у меня за спиной там паутинка видно паутинку я паутинка цветочек давайте мы художественную покажем цветочек раз и цветочек 2 вот друзья нарушая правила безопасности художник как у нас год артист пришел что-то такое нарисовать мне даже трудно понять что он рисует честно вот от этого две собачки мы в ту сторону шли собачки тут стояли на привязи и вот они сейчас тоже тут стоят вашему вниманию представляются переносные но они называют как бы туалеты но на переносные но на самом деле это просто руки помыть светик нажми педальку покажи как моют руки так света нажимает педальку оттуда течет вода да ты что только вытащи полотенчик все мы видели друзья полотенчик мыло и вода а вот это мусорник но я хочу показать вот эту часть которая здесь сбоку на нем и написано что спаси рыбу брось сюда значит окурки вот сюда в дырочки вот вот эти дырочки вот вот туда прям бабах и бросают окурок чтобы он видимо не попал в океанскую воду да есть ресайклинг а есть просто мусор который не подлежит переработки друзья посмотрите на этот строящийся дом этот дом ну давайте я так повернусь немножко от океана это будет 1 2 3 4 5 он так возвышается хорошо в трех уровнях и смотрит так видите на океан но там сверху флаг и я хочу сказать как трогательно значит стройка там и крыш то нет вообще ничего нет а из этого как птица феникс восставшие из пепла значит вот из этого вас стал американский флаг